На чёрном фоне появляется белая надпись «Гараж» латинскими буквами – «Затемнение». Из темноты появляется белый фон. Чёрными буквами надпись «Лекция Ирины Кулик» из цикла «Несимметричное подобие в музее «Гараж». Отто Дикс, «Братья Чепман». Часть вторая. Братья Чепманы, герои второй части нашей лекции, Джейк и Динас – англичане с греческими корнями. Их мать – гречанка, и поэтому они воспитывались, как это неудивительно, в православной традиции религиозной. Начинают они, собственно, одна из первых работ, которую они делают. Они получают художественное образование, входят в арт-мир в качестве ассистентов Гилберта и Джорджа. Но никаких особо тёплых воспоминаний об этом раннем сотрудничестве они «Братья Чепмана» не рассказывают. И одна из первых вещей, которые они делают в начале 90-х годов – это опять-таки вот эти самые ужасы войны, вдохновлённые Гоей. Но ужасы войны в формате вот таких вот крошечных-крошечных, да, игрушечных солдатиков, тем не менее, каждый из этих, каждый из деталей этой огромной игры воспроизводит один из сюжетов афортов Гоя. Цветная фотодокументация работы «Братьев Чепман» «Ужасы войны», 1993 год. На белом столе расставлены фигурки, похожие на игрушечных солдатиков. Каждая фигурка стоит на небольшом островке, покрытом искусственной травой. Они занимают площадь круга диаметром около 50 сантиметров. На каждом островке из игрушечных объёмных фигурок составлены сцены из афортов Гои. Можно обнаружить молящихся монахов, сцену казни, солдат рядом с пушкой, коров, фантастических монстров и многое другое. Высота фигурок около 10 сантиметров. Все фигурки чёрного и серого цветов. Воспроизводят буквально. И первый сюжет, который они берут и делают его полномасштабно, это один из самых жутких афортов, представляющий растерзанные и оскоплённые трупы, висящие на дереве, которые братья Чепмана делают абсолютно в новом, как бы в другом формате. Они делают это, переделывают манекены, такие как бы существующие витринные манекены, отсылая к новым, абсолютно меняя представление о том, что нас шокирует, что нас не шокирует. Скульптура братьев Чепман «Великие дела против мёртвых», 1994 год. На фоне белой стены выставочного пространства на белом постаменте стоит дерево с двумя толстыми обрубленными ветвями. По форме дерево напоминает рогатку. К дереву привязаны человеческие тела и их части. Роль тел выполняют манекены. Спиной к стволу дерева привязан целый манекен мужчины. У него чёрные волосы, лицо опущено вниз. На лобке красное пятно, символизирующее рану на месте отрезанных гениталий. На правой ветке вверх ногами висит часть ещё одного манекена. У манекена отсутствуют голова и руки. Ноги согнуты в коленях и зацеплены за ветку. На лобке также красное пятно. На краю той же ветки помещена голова с усами и длинными тёмными волосами. С небольшого сучка под этой головой свисают руки. Высокое искусство, Гоя. Мы все привыкли. Гоя для Чепмана, один из самых важных художников. Почему Гоя, почему именно к его искусству мы обращаемся? Гоя – первый художник нового времени, первый модернист. Потому что то, с чем работает Гоя, то, про что он делает все свои произведения – это состояние внутренней тревоги. И вот это состояние внутренней тревоги – это то состояние, которое свойственно современному человеку, без которого он не существует. Поэтому Гоя – это первый современный художник. Это с него начинается новое время. Дальше, как это новое время, как эти гравюры Гои можно трактовать? Обычно их трактуют как антивоенное гуманистическое искусство. Про то, как ужасна война, действительно ужасы войны. Дальше вопрос, который задают Чепманы – это действительно, а почему мы на это все смотрим? Почему мы смотрим на все эти так подробно натуралистически изображенные ужасы? Только ли для того, чтобы почувствовать вот этот, что война – это плохо, что ужас – это ужасно? А у Чепманов есть такой достаточно довольно большой, на самом деле, около 50 минут документальный фильм. Он есть в Ютьюбе, где я его, собственно, посмотрела и всем советую. Он называется «Плохое искусство для плохих людей» с вопросом. «Плохое искусство для плохих людей» и что такое плохое искусство? То есть они как бы исходят из того, что в нашей культуре и в современном искусстве, но и в более ранних формах искусства существует заложенная идея, что если ты смотришь хорошее искусство, если ты хочешь быть хорошим человеком, ты должен смотреть на ужасы, ты должен не отводить взгляд от представления чего-то ужасного. Потому что если ты смотришь котиков, цветы, улыбающихся деток, ты, скорее всего, ты смотришь на кич, скорее всего, ты смотришь на плохое искусство для малодушных. А вот хорошее искусство, несущее, будь это Гоя, будь это Герника Пикассо, будь это Отто Дикс, будь это Франсис Бекон, всегда предлагает нам что-то, на что неприятно смотреть, что-то страшное, что-то, что мы должны заставить себя смотреть, вот этот вот ужас. И поэтому искусство для хороших людей – это искусство, которое представляет ужасные вещи. Если ты хочешь любить хорошее искусство и чувствовать себя, соответственно, моральным человеком, ты должен смотреть на ужасы. Так потому ли мы смотрим на ужасы, потому что мы хотим быть моральными, высокоморальными людьми и ценителем на хорошего искусства, или потому что ужасы нас завораживают сами по себе, потому что есть такое неотвратимое желание и неотвратимая упоенность в этом желании смотреть на что-то ужасное, смотреть на эти растерзанные… Мы еще и фильмы ужасов любим, например. Действительно, есть как бы и до фильмов ужасов тот же Гоя, тот же Босх вполне отвечали не только вот этой моральной потребности смотреть, показывать ужасы мира, показывать, как ужасны ужасы мира, но и отвечали общечеловеческому желанию смотреть на что-то ужасное, быть завороженным этим ужасным, быть завороженным этим отвратительным. Поэтому возникают вот эти ужасы войны, потом возникает следующая часть, как бы эта диалогия, одна часть называется «Секс», да, это те же самые, как мы сейчас увидим, это та же самая композиция, только в другой стадии разложения. Скульптура братьев Чепмен «Секс», 2003 год. На фоне белой стены выставочного пространства на белом постаменте стоит обрубок дерева, по форме напоминающей рогатку. К дереву привязаны скелеты и кости людей. По некоторым костям ползают черви. Спиной к стволу дерева привязан целый скелет, ногами вверх. На ветке слева висит часть скелета без головы и рук. Она привязана ногами вверх. Слева от неё к ветке подвешены кости рук. А, и, как бы, который может быть, да, вот, бронзовый и прекрасный тоже может быть. И «Смерть», которая, наоборот, две, как бы, куклы из «Секс-шопа». Скульптура братьев Чепмен «Смерть», 2003 год. Перед нами бронзовая скульптура, представляющая надувные игрушки из «Секс-шопа». Скульптура раскрашена так, что действительно кажется надувной. На синем матрасе на спине лежит мужская якобы резиновая кукла с чёрными волосами. На ней лежит якобы резиновая кукла-женщина с жёлтыми волосами. Обе куклы обнажены. Кукла-женщина гениталиями касается рта куклы-мужчины, а своим ртом – его полового органа. Только они не надувные, а вполне себе бронзовые, только так покрашенные. Вот та же игра, которая есть у Джеффа Кунса, когда то, что кажется, что это надувные игрушки, которые из титана, на самом деле, сделаны, кажется, что это детское, то, что можно проткнуть, и оно разорвётся. На самом деле нет, оно абсолютно никуда не денется, абсолютно на века сделанное. И они замечательно комментируют, а почему, собственно говоря, почему вот это вот секс? А это секс, только это не секс между людьми, это секс между всеми этими. Это огромное размножение и продолжение жизни, которое существует между всеми этими насекомыми, червями, личинками, которые плодятся в этих тропах. Ну и почему эта смерть тоже, в общем, понятно, маленькая смерть, вообще-то некое состояние обречённости. И начинают работать с манекенами. Вот первая работа, которую они делают в полный рост, вот такие достаточно взывающие к нашему чувству омерзения фигуры. И одна из первых их знаменитых серий, которые они делают, вот эта серия, которая, как считается, там, изображают, в которой можно придумать массу моральных объяснений, что это осуждение сексуальной эксплуатации детей, что это предупреждение об ужасах генетических манипуляций, что это вот то, чем становится человек в современном мире, что это отсылки к традициям сюрреализма и к Хансу Бельмеру. Там как бы с объяснениями, с тем, что это такое, всё в порядке, всё понятно. Цветная документация работы братьев Чепман с выставки «Зиготическая акселерация плюс», 1995 год. На фоне белой стены расположена искусственно созданная часть ландшафта. Пол покрывает слой земли, покрытый пожухшими листьями. По бокам расположены невысокие зелёные деревца. В центре композиции на земле стоят в ряд три голых девочки-манекен. Они срослись друг с другом боковой частью туловищ, наподобие сиамских близнецов. Девочки слева и справа стоят прямо. Девочка в центре перевёрнута вверх ногами, её ноги торчат вверх. Все девочки одинаковые. На вид им около 11 лет. У всех длинные каштановые волосы. У них на ногах чёрно-белые кроссовки. Всё понятно. Но надо сказать, что сами братья Чепмана больше всего не любят, когда их работам дают какие-либо моралистические интерпретации. Они считают, что идеология просвещения рассчитывает на это бессмысленно, что художники не могут изменить людей к лучшему, что художники не могут изменить мир к лучшему, что плох тот художник, что идиот тот художник, который считает, что он спасает мир. Они задаются вопросом о том, что же такое мир, а что же такое человеческая природа. И задаются вопросом о том, почему нам нравится на это смотреть. Почему мы не отводим взгляд от этих сросшихся, этих несчастных, хорошеньких детских манекенов в витринах, которые они подвергают таким модификациям. И поэтому тоже одна из самых их ранних, вроде бы не самых характерных, но очень важных в этом контексте вещей, это вот такая маленькая машина смерти. И машины, которые они будут продолжать делать, это машина, которая показывает, собственно говоря, механизм восприятия. Это почти, это привет большому стеклу Марселя Дюшан, это привет множеству эротических машин, которые существовали в искусстве XX века, в основном в сюрреалистическом контексте. Есть молоток, который бьет по мозгам, в результате чего фалос приходит в реагированное состояние. Машина эта работает примерно таким образом. Причем, как бы, чем дальше, чем больше, почему-то машина саморазрушающаяся, в конце концов, этот молоток добивает этот мозг, и все это распадается. Машины эти, и в каком-то случае, это вопрос восприятия возникает глаз. Вот, собственно говоря, машины этих великое множество, Чепаны их делали на протяжении, делают их на протяжении всей своей карьеры, которая лет 20 с лишним, как длится, становятся все более сложными, все более, это такое детское игрушки, они превращаются в почти серьезную скульптуру, они могут занимать целые залы. Но, собственно говоря, наличие этих машин очень важно, потому что это то, про что на самом деле их искусство. Про то, как работает наше восприятие, какой удар по мозгу заставляет нас прийти в возбуждение, не обязательно эротическое, что возбуждает наше восприятие, что возбуждает наше сознание. И почему это возбуждение, это всегда удар по мозгам, в буквальном смысле этого слова. Вот эти как бы удары по мозгам, они и исследуют, исследуют самых разных точек зрения. Гоя, поэтому для них, вот это тот первый пример такого удара по мозгам, с которым они занимаются, начинаются, занимаются, деконструируя эту идею. Действительно, потому ли Гоя такой великий художник, потому что он выступает с осуждением ужасов, войны с гуманистическим пафосом. Одна из самых лихих проектов, которые братьев Чепмана делают, заключается в том, что они взяли, настояя как бы сет Афорта в Гои, подлинный, не специально для этого проекта отпечатанный, старинный, не очень ценный, но все-таки ценный, старинный, это такое произведение классического искусства. Но все равно Афорта, да, это тиражные вещи. И разрисовали его, использовали его как книжку-раскраску. Они разрисовали его, дорисовав всем этим трагическим, умирающим, страдающим героем Гои, вот такие вот мультяшные рожи. Цветная фотодокументация работы братьев Чепман «Оскорбление повреждением. 2003 год». Изображение выполнено множеством тонких черных линий на желтой бумаге. Лист бумаги ориентирован горизонтально. В левой части картины изображено дерево, к которому привязан человек. Человек обхватывает ствол дерева руками и ногами. Справа двое мужчин в военной форме собираются его застрелить. У них в руках ружья. Вместо человеческой головы у привязанного к дереву персонажа нарисована объемная мультяшная голова серо-голубого цвета. Она напоминает череп анимационного персонажа, отдаленно напоминает лемура. Нарисованы большие на выкате глаза в широких круглых глазницах. Отверстие вместо носа. Верхняя челюсть с крупными зубами. Сбоку на черепе нарисованы большие круглые уши. «То есть, лишив их последнего, что в данном случае может у них быть, лишив их достоинства. То есть, они не только умирают, они не только претерпевают муки, они еще абсолютно анонимно, абсолютно лишены достоинства, и над ними можно смеяться. И смех – это одно из тех свойств, как бы, в человеке, которые Чепманам очень интересны. А когда у меня была возможность сделать интервью с Джейком Чепманом, и когда я спросила, собственно, на какое восприятие вашего искусства вы рассчитываете, нам должно быть страшно, это должен быть шок, это что должно вызывать. «Приятное удивление и смех», отвечает художник. «Это действительно смешно». И, как бы, вот этот вопрос, почему это смешно, и что такое смех, это один из самых интересных вопросов, потому что смех – должны ли мы испытывать чувство вины за то, что мы смеемся, глядя на эти ужасы. И, ну, возвращаясь к истории, на какое искусство нужно смотреть, чтобы чувствовать себя хорошим, высоко моральным человеком. Потому что почему нам показывают ужасы, почему искусство, почему не только искусство, фотографии в журналах, телерепортажи, почему нам говорят, что мы должны смотреть на страшные вещи, не отводя глаза. Потому что это способ, это власть, да, это способ закрепить мораль, существующую в обществе, моральные обязательства. Как только ты, поэтому, если ты хороший человек, ты хороший гражданин, ты часть общества, если ты готов, не отводя глаз, смотреть на страшные вещи. Это то, с чем, поэтому в этом самом документальном фильме Чепманов возникает сцена из «Заводного апельсина», где герою, чтобы отучить его, заставить его разлюбить насилие, насильно раскрывают глаза и заставляют его, не отводя глаз, смотреть на бесконечную демонстрацию ужасов. Потому что вы помните эту сцену в прекрасном фильме «Кублик», очень программном для современного искусства. И смех – это то, что это как бы освобождает нас от этой моральной манипуляции нами. Потому что смех, как говорит Джейк Чепман, это то, что в человеке есть от животного. Это то, что ставит его за пределы морали. Потому что все любые, там все другие наши ощущения, ужас, отвращение, даже возбуждение, они связаны с какими-то морализаторскими представлениями. Смех – это то, что нас освобождает от этого морализаторства. Это смех, что нас делает подобными животному. Но именно это и нужно вызвать в себе. Братья Чепанов очень часто обвиняют в мракобесии, о моральности и так далее. То есть они как бы сознательно об этом говорят и понимают, что их в этом будут обвинять. И поэтому вот вам эти испорченные гравюры Гои. Более того, это не просто испорченные гравюры, это не просто превращенные в книжку, гравюры Гои, на которых дорисовали что-то. Почему, надо сказать, что первым дорисовывал гравюры Гои, все-таки не брать Чепана, первым это сделал Сабватор Дали в 70-е годы. У него была там своя версия о флорте в Гои, только, по-моему, не ужасов войны, а другой серии, которую он тоже использовал как книжку-раскраску, превратив их в работу Сабватора Дали вполне предсказуемой. То есть этот как бы акт вандализма уже был. Есть еще момент, что это испортить произведение искусства, совершить акт вандализма. И акт вандализма это тоже что-то, что доставляет удовольствие. В разрушении всегда есть что-то увлекательное. Так же, как и в самом моменте раскрашивания, дорисовывания вот этого творческой порчи. Вообще, со всякими историями дорисовывания и раскрашивания Чепана довольно часто работают. Что-то вот мы бы у них было бы они там блага, они братья, им там, они все время вдвоем работают. Они могли сыграть в сюрреалистическую игру «Взысканный труп». Помните, да, как это происходит? Заворачивающийся листок бумаги. Поэтому у них была, они там играли в «Взысканный труп», который вполне у них получился. Они отличные графики. Поэтому это всегда то, что они дорисовывают, это всегда очень интересно. Они сыграли в книжку-раскраску детскую, которую они там дорисовали какими-то во что-то абсолютно макабрическое, там тоже. Может, книжка-раскраска, она для того и существует. Но там, так сказать, более интересный вариант с вандализмом был, когда братья Чепаны дорисовали английские деньги. Это была акция, которую они устраивали на открытии одного из арт-ярмарки «Фриз». И это замечательно, потому что арт-ярмарк это всегда про то, сколько стоит, про деньги. Там показывают, сколько какой художник стоит. И художники должны быть всегда вот жадными, нищими. А тут появляются дико щедрые художники, которые, что они предлагали? Они предлагали всем желающим, дайте нам 50 фунтов, и мы на них вам что-нибудь нарисуем. То есть, они портили деньги. Но учитывая то, что сколько стоит работа Чепанов, каждая испорченная таким образом купюра возрастала в цене раз в 100. Поэтому появляются художники, которые ведут себя абсолютно против законов арт-рынка. Они не берут деньги, они раздают деньги. Раздают деньги, портя их. То есть, это история про капитализм, это история про деньги, это история про то, что в некоторых случаях испорченная купюра, вандализированная, что вообще-то является преступлением. Становится ценнее. И не факт, что афорты Гои, раскрашенные братьями Чепманами, более-менее не стали ценнее, чем они были до того, как братья Чепманы испортили эту серию афортов. И еще более сложный вопрос про вандализм и ценность, и вообще про все. Это одна из самых их рискованных работ. Это работа 2008 года. Если бы Гитлер был хиппи, как бы мы все были счастливы, это дорисованные акварели Гитлера. Гитлер, который, как известно, был начинающим художником, неудачным. И какие-то его рисунки время от времени всплывают на антикварном рынке. И Чепманы вроде бы, и стоят немало, и Чепманы где-то разжились, вроде бы, этой серии рисунков акварели Гитлера, и дорисовали их вот в таком психотерическом мир-любовь стиле. Поставив кучу вопросов, во-первых, является ли это вандализмом? Если гравюра Гоя, то современный художник, портящий гравюру Гоя, вроде бы вандал. А если современный художник портит гравюру Гитлера, вот это как? Стали ли эти работы дороже или дешевле, чем оригиналы? Что является ценностью? Эстетической ценности они не имеют в рисунке Гитлера. Историческая ценность у них сомнительная, потому что, скорее всего, покупают их какие-нибудь, не знаю, тайные фанаты фашизма. Вот чем это стало и что с этим делать? И вообще можно ли о таких серьезных вещах говорить шутя? Можно ли отпускать шутки по поводу Гитлера? И следующая история дорисовок, которую Чепмана делали в 2008 году, почему чуть ли не первый раз, они это в Москве как раз эту серию показывали, это викторианские портреты настоящие, которые они вот таким всяким удивительным образом дорисовали. То есть это, опять-таки, старинная живопись, не имеющая особой цены, то есть это неизвестные художники, ну, какие-то там ремесленники и ремесленники, и такие портреты, ну, купленные на блошином рынке. Цветная фотодокументация работы братьев Чепмана из серии «Когда-нибудь ты перестанешь быть любим» 2008-2010 годы. Перед нами парадный портрет господина благородного происхождения примерно 50 лет. Он изображен по пояс на бежевом фоне. На нем пиджак или сюртук черного цвета, вокруг шеи повязан белый шелковый платок. У него седые волосы, аккуратно окаймляемые лысину сзади. Художники разукрасили его лицо красными прожилками, так как будто сквозь его кожу просвечивают жилы и извилины мозга. Вокруг глаз «Темные круги». Примерно этого уровня дорисованы совершенно замечательно. Тоже с вопросом о том, порча это или не порча, и с вопросом о том, что же такое этот старинный портрет и что с ним можно сделать. Они совершенно блистательно дорисованы, то есть там не нарисовано на портрете, это как бы мутировавший портрет. И вот в моих представлениях примерно так должен выглядеть портрет Дариана Грея в последнем, в финале романа, когда этот портрет превращается во что-то другое, превращается в портрет демона, в портрет исчезти ада. Но как бы превращается не потому, что на нем написали это исчезти ада, а потому что этот портрет каким-то образом трансформировался. И это тот же самый вопрос, что же такое было, каким же, таким ли безоблачным было старинное искусство. Может быть, там любой музейный портрет в конце концов может превратиться в портрет Дариана Грея. Так ли мы уверены, что любое старинное обладает только гуманистической ценностью? Так ли мы уверены, что Гоя – это не смакование ужасов ради смакования ужасов? Так ли мы уверены, что все портреты респектабельны, и что добавить им немножко ужаса – это испортить их, а наоборот не облагородить их? Потому что, в общем, по современной логике Чепаны облагораживают эти портреты ремесленные, они портят их. И это такое же странное соотнесение со старинным искусством и с тем, что такое, собственно говоря, это традиция. И всегда ли традиция – это что-то гуманистическое и безоблачное? Это очень похоже на то, что, наверное, делает Дикс. И при этом это еще в какой контекст они помещают эти работы? Вот как выглядела выставка, на которой были представлены вот эти самые испорченные афорты Гуи. Цветная фотодокументация внешнего оформления музея во время выставки братьев Чепман «Изнасилование творчества. 2003 год». Перед нами вход в музей, снятый немного снизу. Белая кирпичная стена. В стене расположены три вертикальных дверных проема, над каждым из которых вывешено красное вертикальное полотно. На каждом полотне нарисован белый смайл с черными глазами и улыбкой. Это была часть инсталляции, где были вот такие квазифашизоидные, скажем, смайлики, превращенные в баннеры, в духи Оройла, скажем, новый вариант антиутопия. И внутри есть Макдональдс как символ массовой потребления, массовой культуры. И есть трейлер, где эти афорты висят, в том числе среди вот таких вот того, что может висеть в таком вот жутком трейлере едока Макдональдса и потребителя вот этой самой абсолютно трешевой массовой культуры. Почему-то очень подробно, тоже с такими милыми деталями сделанная работа. И Макдональдс вообще один из таких любимых сюжетов Чепмана. Такое у них было прекрасное семейное собрание, где все эти макдональдсовские персонажи и сувениры превратились в такие всякие невероятные африканские жутковатые этнографические идолища. Цветная фотодокументация скульптуры братьев Чепман из серии «Коллекция семьи Чепман» 2002 год. Из необработанного дерева грубо вырублено изображение картошки фри, торчащей из упаковки. Чуть ниже верхнего края упаковки прорезаны две круглых дыры, изображающие глаза. Скульптура напоминает ритуальную маску или идола. А где есть идея про то, что Макдональдс это новая религия, где это новая идея, что это новое потребление как новая религия, но при этом опять-таки у Чепманов очень никогда не вот эти ярлыки как бы это очень легко объяснить, что общество потребления это новая религия и что Макдональдс это символ этого общества потребления, но они не про это. А самая большая их работа, которую они про то, что тоже у них замечательные двигатели, что Макдональдс это же когда-то было утопией. Это была прекрасная демократическая идея скоростей, дорог, ярких цветов, дешевой, доступной еды для всех, что ты можешь это покупать, проносясь на автомобиле, что там будут вот это прекрасное там новые, ну так и абсолютно модернистская утопия. Модернистская утопия, я думаю, что те из вас, кто помнит первый Макдональдс в Москве, тоже вполне это ощущение Макдональдса как утопии, да, модернистской помнят. Вот. И как любая утопия, эта утопия, в конце концов, это утопия падшая, утопия, ставшая объектом насмешек, утопия, ставшая объектом ненависти, да, как в антиглобалистах. И поэтому такая мечта антиглобалистов взорвать все Макдональдсы в том числе, это то, что реализуется в одной из самых масштабных работ братьев Чепменов, которые начали в 99-м году, в 2000-м, работа, которая называется «Ад». На экране показывается серия снимков инсталляции братьев Чепмен «Ад». Части инсталляции представляют собой реалистичные, очень детализированные макеты природы или городской среды, населенные также реалистичными игрушечными фигурками, напоминающими коллекционные фигурки солдатиков. Например, на одном из снимков расположен деревянный помост. Над ним висят три веревочные петли для казни через повешение. Вокруг помоста стоит множество людей в военной форме. В левой и правой петлях висят тела людей в нацистской форме. Возле центральной петли стоит символ Макдональдса, клоун Рональд Макдональд в желтом комбинезоне с шапкой вьющихся рыжих волос. Он держит петлю в правой руке. Слева от петли стоит скелет в каске. Справа от него стоит мужчина в нацистской форме. Скелет положил свою левую руку ему на плечо. Первый ад, который они сделали в 2000-м году, в 2004-м году, сгорел. То, что было, по-моему, в 2008-м, не помню, было то, что все это хранилось. Это огромная, абсолютно огромная работа. Мы потом поймем масштабы работы. Хранилась она на складе в коллекции Саачи. Этот склад сгорел. То есть ад сгорел. После чего, как бы, еще бы они сделали еще больше ада. Они сделали еще более масштабный проект, который назывался «Гребанный ад». Потом, значит, делали еще один проект, который называется «Сумма всех зол». И, значит, потом стали производить этот самый действительно бесконечный огромный ад. Как ад выглядит? Ад – это, как бы, огромные… Это макеты, выставленные в стеклянных колпаках, иногда они без колпаков выставлены, сделанные в масштабе, знаете, вот как железные дороги игрушечные, чтобы там были домики, деревья, мостики, там, и все такое. И здесь это, как бы, такого же масштаба и такой же подробности, абсолютно циклопические по набору сюжетов и историй, в которых происходит действительно, ну, все, что, все адское, что может произойти. Работа показывалась, это замечательный кадр с напуганным посетителем, это кадр, это съемки из Эрмитажа, где была выставка, несколько лет назад была выставка братьев Чепманов, на которую подали в суд, как водятся, казаки, как водится, за оскорбление всего, всего сразу, и проиграли этот суд. Вот, и, как бы, вот там бесконечное количество всех возможных сюжетов, которые происходят в этом аду, где есть фашисты, где есть Макдональдс, где есть там, как бы, это очень, ну, в общем, это бессмысленно пересказывать эти сюжеты, это очень сложно рассмотреть, да, потому что этих сюжетов больше, чем глаз может увидеть. Они бесконечно разнообразны, да, за 20 лет можно очень, очень разно, сколько там они этим занимаются, можно сделать очень разнообразный ад. Это похоже, вот, как если все, все самые страшные фильмы, причем, неважно, и фильмы ужасов, и фильмы про войну, там, собрать воедино и сделать, как бы, сделать все из них, да, что получится. Причем, как бы, вот эти военные фильмы, собственно говоря, вот не, не хоррор ради хоррора, а фильмы ради, с моральным пафосом, да, они-то там, как раз, больше всего присутствуют. Вот такой, вот, как бы, бесконечный ад, который открыт для созерцания, которое, в котором можно рассматривать ни в чем себе не отказывать, что он вроде бы игрушечный, да, это вроде бы все ненастоящее, оно вроде бы все маленькое, оно вроде бы про то, что, там, войнушка, это исключительно игра в войнушку. Надо сказать, что это, что производит это все вживую, так же, собственно, как и манекена производит это все вживую невероятное воздействие, потому что сначала кажется, что это очень забавно, что это карикатура, что это детская игра, что мечта антиглобалистов, взорвали все Макдональдсы, все замечательно. И потом в какой-то момент ты себя ловишь на ощущение, что тебе как-то становится очень неловко от того, как тебе это нравится. От того, как тебе нравится это рассматриваться. От того, какое ты удовольствие от этого испытываешь. От того, чтобы рассматривать вот эти все маленькие растерзанные фигурки. И как ты начинаешь сам сказать оправдание, это же не настоящее, это же игрушечное, это же смешно, это же пародия. И эти оправдания не очень действуют. И там как бы тоже один из сюжетов, памятник Стивену Холгингу, который смотрит на это все. И что в этом аду происходит, потому что фигурки-то сделаны не смешно, фигурки очень всерьез сделаны, только маленькие, только игрушечные. И сами Чепаны все время пытаются как бы сделать игрушку-игрушки. Вот у них недавняя замечательная ретроспектива, где они все свои работы, которые всегда очень хорошо, подробно, натуралистично делают из картонки. А так не страшно или все равно все-таки страшно? А если картонное, то что будет? Что вы почувствуете, глядя на это? И при этом этот материал, этот картон, с которым они, как бы детские такие, вырезанные из бумаги, и из картонки динозаврики, которых они не так давно в Лондоне сделали, как публичную скульптуру, вся эта фактура плохого детского рукоделия, плохой игрушки, с которой они работают. При этом, оказывается, еще и фактура авангарда. Да, вот эта проектная, авангардная работа, которая, знаете, там, Татлин, которые всегда немножко сделаны, немножко коряво сделаны, потому что это только проект чего-то, что будет утопией, что однажды будет построено. И вот эта проектная, авангардная работа, с которой, как бы, картонка, да, с которыми они тоже не так давно работают, но при этом важно еще не только, опять-таки, не только, как выглядят сами эти макеты, очень неожиданные в контексте творчества Чепманов, но и то, как они выставляются. Потому что с некоторого момента постоянными, как бы, фигурами выставок Чепманов, а Чепманы, как любое из, как большинство современных художников, у них, как бы, единица высказывания – это не произведение, а выставка. То есть, как бы, этот ад может воспроизводиться от выставки к выставке к выставке к выставке, но каждый эти афорты, гуи разрисованные могут тоже от выставки к выставке к выставке присутствовать, но каждый раз эта экспозиция будет по-другому построена. И в какой-то момент в этих экспозициях стали появляться вот эти вот манекены, те же в натуральный рост, которые стали зрителями. Мы хорошие или плохие люди, если мы смотрим это искусство, оно нам доставляет удовольствие. И кто его смотрит вместе с нами? В какой компании мы оказываемся? Вот мы оказываемся в компании вот таких вот удивительных, как бы, фашистов-мутантов, которые при этом рассматривают и несут вот эти авангардные конструкции, отсылающие к утопии авангарда. Утопии такой же, сейчас уже такой же невозможный, как когда-то утопией был Макдональдс. Да, вот тут с интересом рассматривают графику братьев Чепманов, а мы должны вместе с ними ее рассматривать, да, за компанией очень. Вот, там же, как бы, ну и занимаются прочими своими фашистскими делами. Там же оказывается, видимо, такой класс, да, этот самый, вот, опять-таки, утопии, как бы, которые привезли на экскурсию, там, детишки, все в черном, да, там, в черных одинаковых кроссовочках, которые вот такие вот, когда их рассматриваешь, вот они. Цветная фотодокументация инсталляции братьев Чепман. Внутри выставочного пространства стоят манекены детей, якобы пришедших на выставку в качестве зрителей. На детях черная униформа. На груди у них круглые сине-желтые нашивки с изображением свастики. По кругу на нашивке идет надпись «Они нас ничему не учат». Вместо ртов и подбородков у детей нижняя часть морд разных животных. Край человеческой кожи вокруг морд немного отходит, словно морды торчат из-под нее. Вот это самое, то, о чем говорит Джейк Чепман. Смех, который, когда мы смеемся, мы перестаем быть людьми. В нас возникает вот это животное. Вот они, вот эти засмеявшиеся, да, какими они становятся. Ну, вот еще там следующая, как бы, следующая генерация зрителей, которую Чепмана приводит на свои выставки, в компании, с которыми нам это предстоит смотреть, это вот такие вот куклосклановцы. И при этом замечательная эта выставка, которая была в лондонском галерее, выставочном в зале «Серпантайн». И как она занимается, как она называется, «Иди и смотри». Называется она по фильму Элема Климова, советский фильм 1985 года про войну, который я не смотрела. Это фильм, который один из самых, как считается, страшных и трудных для смотрения невыносимых фильмов про войну, где как раз надо идти и смотреть, потому что ты хороший человек, если ты смотришь на ужасное, потому что это твое моральное обязательство не отводить глаз перед этим фильмом, который, действительно, считают невыносимым. Но, с другой стороны, это фильм, у которого, насколько я, по-моему, есть такая негласная слава культового хоррора. И что те, которые как раз любят смотреть, чтобы было как можно страшнее и невыносимее, смотрят его, потому что там так страшно, как мало в каком фильме ужасов показывают. И поэтому вот этот фильм с его очень странной, как бы, с одной стороны, действительно, такое гуманистическое моральное искусство, с другой стороны, культовый хоррор на грани выносимости. Это то, что, как бы, это то название, это отсылка к этому фильму, который братья Чепмана предлагают для своей выставки. Иди и смотри. И смотри, с кем ты окажешься в компании. Да, такие очень занятные персонажи. Там манекены. Видимо, на открытии это были живые еще перформеры, которые в этих куклусклановских робах и таких замечательных, трогательных хиповских носочках. Если бы Гитлер был хиппи. Вот какие уже ньюэджевые куклусклановцы. Но при этом на что они смотрят? Что оказывается в этом в аду? Они смотрят на самих себя. Они смотрят на то, как они становятся частью этого ада. Иди и смотри. И подумай о том, хорошее искусство для хороших людей, или хорошее искусство для хорошего. И почему ты это смотришь. И каким ты себя чувствуешь, когда ты смотришь это искусство и сознаешься в том, что тебе доставляет это удовольствие. Спасибо. В музее современного искусства «Гараж» существуют различные программы для людей с инвалидностью. Подробную информацию вы можете получить на нашем сайте garagemcai.org